Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте, смотрите сегодня выпуски. Три одиночных пикета в центре Барнаула. Почему семьи с детьми-инвалидами просят снять с них статус малоимущие? Больше трех не усыновлять. Как к такому нововведению относятся многодетные родители и власти края? Успешный пример социального партнерства в Бийске. Открылся новый зал для занятий кикбоксингом. Непогода, что бушует, сегодня в крае стала причиной ряда происшествий. Так, сразу в нескольких районах Барнаула из-за урагана пострадали автомобили. На улице Поповой проспекции Ленина порывистый ветер повалил деревья прямо на припаркованные неподалеку машины. Обошлось без жертв. А вот водителям, вставшим недалеко от одного из торговых центров в районе Докучаева повезло меньше. Ураганом снесло вентиляционный короб и конструкция упала на рядом стоящий автомобиль. К слову, внутри машины находились двое взрослых. К счастью, никто не пострадал. Непогода парализовала и движение общественного транспорта. На одном из участков ветер оборвал трамвайные линии передач. На восстановление потребовалось несколько часов. По информации Краевого управления МЧС, 23 августа ветер должен немного стихнуть. Три одиночных пикета одновременно на центральной площади Барнаула. Родители детей инвалидов просили отменить статус малоимущий, получить который в Крае практически невозможно. Малоимущий значит обеспеченный льготами, считают участники пикета. Лишь с таким статусом дети инвалиды в Крае могут использовать свои права на помощь, главное из которых получение жилья. Их мамы и папы рады бы доказать, что семья малоимущий, но выходит, слишком хорошо живут. Чтобы получить статус, все нажитое родителями должно уместиться в 70 тысяч рублей. Нельзя иметь никакого имущества свыше 70 тысяч рублей. То есть ни жилья, ни квартиры, суммарный доход на члены семьи должен не превышать 8600 на каждого члена. То есть нас в три человека, там 25 тысяч. Почему-то пенсию ребенка-инвалида наши структуры считают доходом. Семья Алексея живет в съемном жилье и тратит деньги, которые могли бы пойти на лечение его ребенка с ДЦП. Как и Светлана. Ее сын с ДЦП в очереди на квартиру четвертый год. Очередь стоит. Продвигает ее, говорят, лишь родительская активность. Этот пикет четвертый за год. Вопреки запретам, люди вышли к краевой администрации и надеются, что на них обратят внимание. Мы с Димой участвовали осенью в пикете. Это проходило возле жилищного комитета по жилищному хозяйству города Барнаула. И четырем нашим семьям у них было решение суда, и они получили квартиры. В сентябре участники обещают заполнить всю площадь, ведь в очереди на жилье несколько тысяч родителей. Анастасия Драган, Павел Лауронин. Наши новости. Сергей Землюков, ректор Алтайского государственного университета, скорее всего, сохранит свой пост. Как нам сообщили сегодня в пресс-службе вуза, в ближайшее время университет получит официальный документ Министерства образования и науки России о продлении его полномочий в должности ректора. Более подробной информации вуз готов поделиться лишь после получения документа из Москвы. Пока Сергей Землюков работает в обычном режиме, рассказали в пресс-службе. Напомним, на днях Землюкову исполнилось 66 лет, а предельный возраст нахождения на посту ректора 65. В году минувшем контракт с ним в Министерстве образования и науки уже продляли сроком на один год. Эксперты разделились во мнении, почему летальность в больницах Алтайского края – одна из самых высоких по России. За 2017 количество смертей в регионе выросло на 0,14%. Такие данные привели эксперты УНФ и Фонда независимого мониторинга медицинских услуг здоровья. В чем причина, мы решили узнать у специалистов. Проблема связана с катастрофическим, я хотел бы подчеркнуть, дефицитом медицинских кадров на селе. Ужасная ситуация. Я могу привести целый ряд районов в качестве примера, где на 14-15 тысяч населения всего один врач-терапевт далеко за пенсионного возраста. И вы представляете, если он уйдет, этот врач-терапевт, то у нас целый район оголится непосредственно без терапевтического звена. В Барнауле трудно записаться к узкому специалисту. Но в выпиющие случаи, когда по городу Барнаулу, по городу Рубцовскому я столкнулся, когда мне идут жалобы от главных врачей. Николай Николаевич, не хватает того же эндокринолога в поликлинике, но при этом эндокринолог находится в отпуске по уходу за ребенком, хочет выйти на работу, но ему не дают место в детском саду. Николай Якушев видит необходимым привлекать молодых врачей и фельдшеров в село, выделять земельные участки и субсидии на жилищно-коммунальные услуги. А вот координатор проекта УНФ, народная оценка качества Тихон Мотин считает, что дефицит кадров не мог повлиять на статистику смертности. По его мнению, сегодня медпомощь стала намного доступнее благодаря развитию сети дневных стационаров. В больнице, где зафиксирован рост количества смертей, госпитализируют больных с тяжелыми заболеваниями, которые нуждаются в серьезной помощи. Мотин уверен, что от этого во многом зависит рост показателей смертности. Продолжаем выпуск. Больше трех не усыновлять. В Алтайском крае готовят поправки к новому законопроекту, который на днях предложило Министерство просвещения страны. По предложению столичных чиновников необходимо внести серьезные коррективы в процедуру усыновления детей. Согласно законопроекту, в приемной семье не должно быть более трех детей, это вместе с родными. Сейчас на территории Алтайского края проживает свыше 27 тысяч многодетных семей. Во многих из них только приемных детей более пяти. Как они восприняли предложенное столичным министерством нововведений? Что думают о законопроекте алтайские власти? Смотрите в сюжете. Давайте за стол, ребятишки. Чай попьем. Сколько у вас детей? Прежде чем ответить на этот вопрос, барнаульская многодетная мать Любовь Безматерных задумалась. Много. Сейчас 12. В январе этого года семья официально усыновила Илью и Алису. Родных детей стало 8. Остальные находятся под опекой. Они могли бы официально оформить на себя всех. Но тогда дети лишатся государственной поддержки. Их автоматически удалят из списка очередников на положенную законом жилплощадь. Для нас очень больно и обидно, когда говорят, детей берут ради наживы. Если нормально вести, нормальный образ жизни, если давать детям и отдых, и все, наживы нету. Тех денег, которые получаем, мы даже не хватает. Но родители не жалуются, сами зарабатывают. И государство неплохо помогает, считают они. За каждого приемного ребенка опекуны получают ежемесячное вознаграждение – 4000 рублей. И пособие на содержание, которое достигает почти 12 тысяч. Сумма варьируется в зависимости от районного коэффициента. По словам председателя общественной организации «Много деток хорошо», законопроект, предложенный столичным министерством, возник не на пустом месте. Всему виной недобросовестные опекуны, которые берут много детей и заставляют их на себя работать. Такие случаи, к сожалению, есть и в Алтайском крае. Мне кажется, это просто непрофессиональный подход в чем-то именно органов опеки. Может быть, спустя рукава, может быть, на авось, а может быть, ладно, ну раз хотят, пусть берут. А на самом деле есть примеры, без названия фамилии, есть примеры, которым я бы не дала детей. Просто не дала бы. И всегда такой вопрос стоит, куда смотрят органы опеки. Сейчас в региональном банке данных детей, оставшихся без попечения родителей, чуть более тысячи. Только в прошлом году, по словам специалистов краевого профильного отдела, 900 ребят обрели семью. Бывает, что приемных детей возвращают обратно в центры для сирот. Но по заверению чиновников, причины в основном уважительные. Например, болезнь или гибель приемного родителя. По мнению краевых специалистов, в предложенном законопроекте достаточно спорных вопросов. И реализовать на практике пока возможно не все. То, что предлагается в законе и проекте, это психологическое тестирование на готовность граждан, которые планируют дать ребенка в свою семью, совместно проживающих, как написано, совершеннолетних дееспособных. Есть некоторые нюансы. Во-первых, это я уже сразу думаю о том, какие психологи и готовность к тому, чтобы провести такую процедуру. Потому что количество граждан, которым нужно посетить психологов, конечно, увеличится просто в разы. Предложенный столичными экспертами законопроект, регулирующий процедуру усыновления, сейчас активно обсуждают на местах. Между тем, глава Министерства просвещения страны уже высказала свое категорическое против сокращения числа детей в приемных семьях до трех. По словам руководителя ведомства, законопроект не был согласован и будет обязательно пересмотрен. Столичные чиновники намерены вести диалог с экспертным сообществом, ведь от решения взрослых зависит судьба многих детей. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. Достраивать художественный музей Края, скорее всего, будет компания «Селф». Это единственная организация, которая заявилась на аукцион на сайте госзакупок. Причем строительная компания подала заявку за 30 минут до вскрытия конвертов. «Селф» готов выполнить работы за 611,5 миллионов рублей. Новый тендер включает в себя не только само строительство, но и закупку, а также монтаж оборудования. Напомним, сроки сдачи музея переносили 4 раза. Начинала строительство компания «Струйгаз» еще в 2012 году. В 2015 у нее начались финансовые сложности, и зимой 2016-го стройка встала. За 6 лет на объекте работали 5 разных компаний. Сейчас на достройку здания в целом потребуется в 5 раз больше средств, чем предполагалось ранее. «Селф» планировал зайти на объект раньше и даже выиграл аукцион, но за годы простоя в здании образовались дефекты, которые потребовали дополнительных расходов. Тогда и было принято решение составить новую проектно-сметную документацию. Теперь главный долгострой края надеются завершить в 2020 году. Дворец зрелища спорта, возможно, начнет работу уже в сентябре. Об этом сегодня рассказали представители собственника здания Алтайского краевого объединения профсоюзов. Решение должен будет принять суд железнодорожного района Барнаула на основе экспертизы, которую провели сегодня надзорные ведомства. Специалисты проверили работу системы противопожарной безопасности. В итоге, как рассказывают владельцы объекта, проблемы были устранены. Дворец спорта может быть открыт. Добавляют до конца августа, а они подготовят экспертное заключение. После, уже в сентябре, стороны вновь встретятся в суде. Профсоюзы ожидают, что будет вынесено положительное решение и площадка вновь откроет свои двери. После этого в планах заливка льда, на который уйдет не меньше пяти дней, и возвращение в родные стены команды Алтай и двух спортивных школ по хоккею и фигурному катанию. Современный и просторный зал для занятий кикбоксингом. Открылся в Бийске. Комфортные условия для тренировок были созданы при совместном участии местных властей, предпринимателей и общественности. О том, что из этого получилось, расскажем прямо сейчас. Клуб второй спортивной школы поменял прописку в начале этого года. Помещение для тренировок отделению кикбоксинга предоставила городская администрация. Дизайнерский ремонт тренеры, а также родители воспитанников делали своими силами. Финансовую помощь оказали предприниматели, общественники и ветераны спорта. Большой вклад внес председатель Совета городской общественной организации клуба «Гренада» Борис Антонов. Именно ему ради общего дела удалось объединить неравнодушных людей. «Гренада» давно создана. Я лично 23 года его вице-президент клуба являюсь. И вот это время все помогают. Сами мы, учредители, в основном свои деньги вкладываем. И плюс еще кто. Найдем своих знакомых, находим. Кто-то помогает. В ремонт спортивного зала было вложено порядка двух миллионов рублей. Стройка в помещении велась, можно сказать, круглосуточно. Тренеры стремились завершить работы к началу нового учебного года. И вот сегодня состоялось торжественное открытие. Благодаря вот такому примеру социального партнерства, в Бейске появилось еще одно место, где подростки будут заниматься спортом. Спасибо, что пришли на наш этот праздник. Это, во-первых, делалось для вас, для детей, чтобы мы в городе Бейске развивали единоборство. Депутат Государственной думы Александр Прокопьев от имени временно исполняющего обязанности главы региона Виктора Томенко вручил благодарственные письма председателю Совета Бейской общественной организации клуба «Гренада» Борису Антонову, а также коллективу отделения кикбоксинга второй спортивной школы. Уважаемые тренеры, спасибо вам огромное за работу с нашим подрастающим поколением. Фонд Александра Прокопьева отделению кикбоксинга помог с приобретением ринга. Он был выполнен по спецзаказу, а сегодня Александр Прокопьев вручил спортсменам новый тренажер. Это ваш новый член команды, отрабатывайте на нем свои бойцовские навыки, это вам. Еще один подарок – борцовский мешок – воспитанники второй спортшколы получили от Николая Валуева. Для вас всех, это сегодня знаменательная дата, запомнится. Ну и наверняка, где-то здесь сейчас, в этих первых рядах, или те, кто еще придут, обязательно окажутся будущие чемпионы, прославят край, прославят родной город, страну прославят. Я желаю, конечно, вам успехов. Чемпион мира по боксу в тяжелом весе, обладатель самого мощного кулака за всю историю Николай Валуев, спортивный зал кикбоксинга открывал в свой день рождения. На Бийской земле ему испекли большой торт. Этот славкий шедевр – творение кондитеров авторской кофейни «Шоколате». Право перерезать красную ленточку организаторы предоставили школьникам, которые только делают первые шаги на пути к большим спортивным успехам. Я доволен. То, что было до этого, это как небо и земля. Здесь стало намного удобнее, места стало больше, людей стало больше приходить. Но и в целом приятнее заниматься. Созданные совместными усилиями условия непременно помогут спортсменам завоевать новые чемпионские титулы не только на всероссийских, но и на международных соревнованиях. Евгений Плохотин, Иван Тяблицкий. БИСК специально для наших новостей. В эти минуты футболисты Барнаульского «Динамо» пытаются переписать историю. На кону приезд на Алтай одного из представителей высшего эшелона отечественного футбола. Для этого синий белым сегодня необходимо убеждать томскую «Томь» в турнире под названием «Кубок России». О шансах на благоприятный исход и о других новостях спорта узнаете из обзора. Сотворить сенсацию Барнаульское «Динамо» против «Томи». Вот такая сегодня вывеска. Соперники не встречались между собой 21 год. Тогда эти команды выступали в одном дивизионе. После «Томичи» пошли на повышение. Теперь вот новый вызов. На этот раз в рамках 1.32 Кубка страны. Это значит, что уже в следующем раунде победитель сможет принять на родном газоне команду из российской премьер-лиги. Тут цифры выглядят более впечатляющими. Только вдумайтесь. Последний раз с такими соперниками «Сине-белые» в официальных матчах встречались почти 30 лет назад. Это был еще чемпионат СССР. На шитам воспитанник барнаульского футбола Александр Соболев оказался в списке среди игроков молодежной сборной страны. Всего в числе потенциальных кандидатов 29 фамилий. В ближайшее время подопечным Евгения Бушманова предстоит сыграть два контрольных матча. 7 сентября это будет игра против гостей из Египта. Встретятся в Химках. 11 сентября померятся силами против Сербии на зеленом газоне в Нижнем Новгороде. Сейчас Александр защищает цвета самарских крыльев Советов. Не в родной арене. Хоккеисты Алтая планируют сыграть товарищеские встречи. 26 и 27 августа скрестят клюшки против, как это ни странно, тоже Алтая, только из Усть-Каменогорска. Позже уже 1 и 2 сентября с дебютантом первенства высшей хоккейной лиги красноярскими рысями. Теперь о том, где будут играть. Вариантов немного, точнее он один на льду Карандин-арены, что построено на улице Жасминная 3 в Барнауле. Туда хоккеисты перебрались после громкого закрытия Дворца Зрелища Спорта. Начало всех четырех матчей, 15 часов ровно, вход бесплатный. Кирилл Политов, наши новости. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Реагируйте на погоду. В любую погоду лекарство «Гинкаум» способно устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Завтра в крае перемена. Облачность в отдельных территориях пройдут дожди. Плюс 16. Ожидается в Олейске и Заринске. 20 градусов выше ноля в Бийске и Славгороде. 21 тепла в Рубцовске. В Барнауле ночью всего плюс 11. Днем 15 градусов выше ноля. Юго-западный ветер и дождь. На этом у меня все новости. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле. 722 440. Всего вам доброго. До встречи.